МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите провести Новый год в своей квартире? При бронировании и покупке квартиры в жилом комплексе Александровские высоты во втором и третьем доме квадратный метр в подарок для семей с детьми. А для тех, кто не подходит под дальневосточную ипотеку, высота дарит скидку 3% на квартиру. В Новый год к новым высотам. Улица Александра Францева, 40, офис 4, телефон 337575. Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Ирины Мигунова. Сегодня узнаем, как распределяться дополнительные деньги из краевого бюджета. Попробуем вместе с родителями обеды в школьных столовых, подпишем вкусные подарки для военных. Прогуляемся по уссурийской тайге и посмотрим, как создавался студентами короткометражный фильм «Живи, Белла». А теперь обо всем по порядку. Глава уссурийской Евгений Корш обратился к предпринимателям с инвестиционным посланием. Озвучил итоги года, рассказал о планах развития округа на ближайшие несколько лет. И придал особое значение совместной работе. Государство и бизнес могут и способны создавать комфортную среду для граждан и быть при этом эффективными. О дальнейшем развитии и повышении жизни граждан в Уссурийске рассказал глава округа. С инвестиционным посланием Евгений Корш обратился к предпринимателям и своим заместителям. Но сначала поделился итогами 2022 года. Благоустроено 7 общественных территорий, 80 дворов, продолжено переселение граждан из аварийного жилья, отремонтировано 16 автомобильных дорог, введены в эксплуатацию новые котельные, завершено строительство 6 километров сетей газоснабжения. Самое главное, что 5 котельных в этом году уже все начинает работать на год. В следующем году у нас еще вот нескольких котельных, и я думаю, что в конце 2023 года мы эпопею практически со всеми угольными и воздухными котельными завершим. Глава Уссуриска поблагодарил предпринимателей за вклад в экономику города, за то, что выбирают наш округ для своей деятельности, и предложил чаще работать в государстве на частном партнерстве, инвестировать в социальную сферу по опыту других городов России, где бизнес строит набережные и парки, и при этом выходит на рентабельность и получает прибыль. В выгоде остаются все, и предприниматели, и жители. Есть опасения у бизнеса, но нужно вкладывать, я считаю, деньги в свой регион, свой любимый город, где мы живем, и улучшать его, потому что действительно средств бюджетных не хватает, и мой бизнес – это те же деньги мы можем получать от тех зданий, которые сейчас, может быть, где-то заброшены, где-то брошены площадки, мы можем там построить совместно с государством, и это также будет приносить нам прибыль. Мы все цело вам помогаем, сопровождаем, решаем все проблемы с муниципальными, служащими, но и с краевыми, федеральными, на любом уровне. Мы всегда готовы вам противник другую помощь и помочь, чтобы вы развивали свой бизнес, вкладывали деньги в округ. Понятно, чем больше будет вас, тем лучше будет наших граждан. В этом году на Восточном экономическом форуме было принято важное решение – расширить Тор Михайловский на территории Уссирийского округа, что позволит построить крупный логистический центр в районе Воздвиженки для перевалки и хранения контейнерных грузов. Сумма инвестиций – почти 7,5 миллиардов рублей. А это налоги, новые рабочие места и хороший задел для развития малого и среднего бизнеса. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Телемикс. Дополнительные деньги выделены в бюджет города из казны вышестоящих уровней. Средства пойдут на развитие образования, спорта, газификацию округа и многое другое. Об этом говорили депутаты на внеочередном заседании Думы. Почти 900 миллионов рублей дополнительно выделено Уссурийску из краевого федерального бюджетов. Потому депутаты собрались на внеочередное заседание Думы, чтобы скорректировать бюджет округа, который уже был принят в первом чтении. Изменения коснулись, например, области спорта, дорожного хозяйства и не только. Деньги пойдут на благоустройство территории, на уличное освещение, на содержание дорог. Также будет построена хоккейная коробка в микрорайоне Доброполье. Будет отремонтирован покрытие в спортивном комплексе «Локомотив» и многие другие. Для лыжной трассы в оздоровительном лагере «Надежда» закупят снежные пушки. 250 миллионов рублей выделено на завершение работ по водоотведению в воздвиженке. Почти 150 миллионов – на благоустройство дворов, более 120 – на газоснабжение. Дополнительно, к второму чтению, выделено 12 миллионов рублей на питание детей в школах. Скорректировано в трудном уменьшении на субъекции по предоставлению жилья детям всего. Это связано с тем, что в ледеральном бюджете пока эта цифра снижена только на 23-й год. Однако ожидается поступление средств на эту цель в течение следующего года. Так, например, в 2022-м из федеральной казны на покупку жилых площадей детям-сиротам бюджет округа дополнительно получил 22 миллиона рублей. Это позволило приобрести на 23 квартиры больше, чем было по плану. Кроме того, на дополнительные деньги сделают капитальный ремонт театра имени Веры Комиссаржевской, а в школах округа введут новую должность советника-директора по воспитательной работе. Виктория Калинина, Алексей Максимов, Телемикс. Таблички с правилами поведения установили в семи скверах Уссурийска. Власти города надеются, что это поможет снизить случаи вандализма и приобщить молодежь к культурному отдыху. Макеты разработали совместно с учениками школ. Прогулялась по скверам и оценила правила поведения Полина Мельниченко. Гуляйте, фотографируйтесь, изучайте историю города. Такие варианты поведения предложены на новых информационных табличках в скверах Уссурийска. Управление благоустройства установило макеты на семи общественных пространствах. Причина – частые случаи вандализма. Рядом с жизнерадостными табличками есть и бдительные видеокамеры. Поступает очень много жалоб по факту вандализма, по порче малых архитектурных форм. Ежедневно поступают обращения, что сломали лавочку, сломали качелю, оторвали качелю, оторвали, я не знаю, спинку качели. И на основании этого было принято решение установить данную камеру. Подрядчики выполнили работу в срок, но уже утром следующего дня недосчитались одного стенда в сквере Кузьминчука на Междуречье. Вандалы вырвали макет вместе со столбами. Установить личность правонарушителей смогут по камерам, которые охватывают всю территорию парка. Подросткам стоит обратить внимание, но они не обращают внимания. У нас подростки как? То, что не мое, то можно все ломать. Вот фонари по улице идешь, фонари красивые сделают. Ведь буквально постоянный день, на второй день уже разбивают. Разрабатывали дизайн школьники Уссурийска. Управление образования развернуло широкую кампанию среди учащихся. В итоге получилось пять макетов для разных культурных объектов. Хотелось бы обратиться вообще к гражданам нашего прекрасного, замечательного города с просьбой сохранить, постараться сохранить вместе с нами имущество на территории скверов, которые находятся у нас на территории Уссурийского городского округа, вместе с нами предотвратить попытки вандализма. Стараниями детей и властей порядок в парках и скверах надеются сохранить. К тому же видеокамеры стоят не простые, а с распознаванием лиц. Все материалы будут передаваться в полицию. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Шесть бывших воспитанников детского дома совместят новогодние праздники с новосельем. Квартиры администрация города купила в многоэтажках на улице Островского. Ключи уссурицам вручил голова округа лично. Вместе с хозяевами квадратные метры осмотрел наш корреспондент. То, что в скором времени им предстоит новоселье, молодые люди до конца не верят. Сегодня в зале городской администрации прошло вручение ключей от нового жилья сиротам. Счастливых обладателей квадратных метров поздравил лично глава округа. Я рад, что мы смогли вам предоставить, что вы нормально там жили, растели своих будущих детей, создавали семьи. Потому что то место, где можно жить и постоянно находиться, это должно быть у вас. В этом году 18 сирот уже стали собственниками жилья. До конца декабря будут справлять новоселье еще пятеро. 63 человека подали заявление на получение сертификатов. Свою квартиру Светлана получила в новом многоэтажном доме на улице Островского. Здесь уже есть электроплита и бойлер. Все отремонтировано и готово к заселению. Осталось только перевезти вещи. Я планирую здесь обставляться уже где-то после Нового года, числа 5 января. Благодарю администрацию города, мэра нашего города Евгения Евгеньевича. Долгожданный момент и волнение. Всем спасибо. Чтобы быстрее обеспечить жильем детей-сирот, администрация округа готова покупать квартиры у граждан. В рамках муниципальной программы участники также могут не согласиться на готовое помещение, а сделать выбор в пользу сертификата и купить недвижимость самостоятельно. Всю информацию расскажут по телефону горячей линии 325144. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Гостями столовой 16-й школы стали родители учеников. Взрослые оценили качество еды, которую дают детям, обменялись впечатлениями. Своим мнением поделились и сами школьники младших классов, которые пришли на завтрак. Дегустировал блюда школьного меню и Евгений Михайлов. Не секрет, что занятие умственным трудом – дело энергозатратное. И без качественного и полноценного питания здесь никак не обойтись. Особенно, когда это касается детей, которые добрую половину дня проводят на учебе. Проверить, чем кормят их чат между занятиями и самим попробовать блюда школьного меню, сегодня в столовую 16-й школы пришли родители. Достойные сырники, я скажу, не хуже домашних. То есть готовят вкусно. Ну вот тевтеля, она действительно мясная, то есть это не полуфабрикат соевый какой-то. Ну старше ей всегда у меня ходил в столовую, любил все эти пирожки, все булочки. Очень всегда хвалил, потому что все делается вкусно, тесто вкусное, всегда свежее. Ну а сейчас пиропашка моя ходит, да, тоже в принципе все нравится. Детки питаются сменным меню, то есть неделю меню одно, вторая неделя замена меню и соответственно могут брать иду на выбор. То есть два меню, которые более подходят ребенку, могут брать одно блюдо или второе. Меню повторяется каждые 10 дней. При его создании учтены предпочтения школьников и родителей. По знаниям наук на голодный желудок здесь не занимаются. Первая смена в свой учебный день начинает с завтрака. Ученики второй смены не остаются без обеда. Расскажи, вкусным ли тебе завтрак? Да. Что тебе наиболее понравилось? Омлет. Омлет. И гово. Здесь великолепно кормят. Великолепно. Как лето с гречкой. Гречкой. Это вкусно. Вкусно. Отдельное меню есть и у детей, которые имеют рекомендации врачей. Разнообразие блюд, свежесть продуктов и качество их приготовления оценил и наш корреспондент. Полезность данного продукта переоценить невозможно. Это гороховое пюре. Уже хотя бы потому, что оно является обязательным компонентом для всех рационов выживания, которые пользуются как туристы, так и военнослужащие специальных подразделений. Ну и плюс, это еще очень вкусно. Еду в 16-й школе готовят не только повара. На уроках труда девочки уже с 5-го класса осваивают кулинарные навыки. Готовят бутерброды, знакомятся с оборудованием кухни. Свои блюда ученицы представляют на конкурсах, угощают мальчишек и учителей. Прийти в школу, чтобы убедиться в качестве питания детей, родители могут в любое время. Евгений Михайлов, Игорь Антонов или Микс. 51 аварию зарегистрировали на этой неделе на дорогах округа. В трех случаях автомобилисты покидали места происшествий. Подробности у Ольги Муравьевой. Девять человек пострадали на дорогах округа на этой неделе. Среди тех, кто получил травмы, один ребенок. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист не пропустил школьницу. У нее ушиб позвоночника. В Новонекольске не разъехались Приус и грузовик. Первый начал обгон, при этом не убедился в безопасности своего маневра. К слову, второй участник этого столкновения поступил точно так же. Вина обоюдная. Повреждения значительные. Один из автомобилей остановился только в кювете. Травмированных нет. Буквально через час подобное столкновение, но уже на улице Агеева в Уссурийске. И здесь уже полная вина водителя большегруза, который перед разворотом не убедился в безопасности своих действий и зацепил микроавтобус. У второго участника аварии поврежден бампер. Грузовик без потерь. Ночное столкновение с большегрузой универсала на проселочной дороге. В районе Корфовки мужчина на Исудзу, поворачивая налево, не уступил встречной машине. Как итог удар. У Тойоты фильтр повреждена передняя часть машины. Потери у зачинчика аварии менее значительные. Серьезное ДТП на перекрестке улиц Пионерской в районе 30-го дома. Водитель Хонды Фрид двигался в сторону Дзержинского. Проигнорировал требования знака «Уступи дорогу» и на полной скорости врезался в Ниссан Экстрейл. Который ехал по главной. В итоге один из автомобилей угодил в металлический столб. Телесное повреждение получил несовершеннолетний пассажир Хонды. У мальчика множественные ушибы. Авария с одним неизвестным на улице Арсеньева. Не установленный водитель на Тойоте Сиэшер. Двигался по промышленной. Не выполнил требования знака «Уступи дорогу» и въехал в Хонду Фит. Пострадали два человека. Женщина, которая была за рулем Хонды с переломом руки. Пассажирка с сотрясением мозга. А вот виновник аварии сбежал. На улице Советской не поделили дорогу Сузуки и Тойота. Первый выехал на нерегулируемый перекресток. При этом по правилам дорожного движения. Он обязан был пропустить корону на главной. В итоге удары пострадавшая во второй машине. У девушки ушиб грудной клетки и коленного сустава. Нарушение скоростного режима привело к столкновению. К слову, это второе ДТП за неделю на Ваникольске. И если в начале недели один из автомобилей оказался в кювете, то тут отделались испугом и покорежным капотом в Приусе. Машины, кстати, такие же, как и в первом случае. Также несколько раз за неделю автомобилисты влетали в бетонные ограждения и заборы. Это еще одна тенденция последнего месяца. Наделал бед и снег, который выпал на неделе. Будьте внимательны, за рулем. Еще одну партию гуманитарной помощи отправили нашим землякам, участникам СВО. Вместе с теплыми вещами и медикаментами волонтеры собрали и сладкие подарки к новогодним праздникам. Чем готовы порадовать бойцов жители города, узнал Евгений Михайлов. Время свободное от учебы, эти парни, студенты агропромышленного колледжа, напрасно не прожигают. Они участники штаба добровольцев «Мы вместе» и всегда готовы оказаться там, где требуется помощь. Вот и сейчас ребята грузят машину коробками. В ящиках гуманитарная помощь нашим землякам, которые находятся в зоне спецоперации. Я решил заняться волонтерством, потому что многие люди нуждаются в помощи. У меня есть возможности, время и силы для помощи другим. Теплые вещи, медикаменты, спальные мешки. В этот раз вместе с предметами первой необходимости бойцы получат и приятные сюрпризы. Впереди новогодние праздники, и поэтому праздничный стол наших воинов не обойдется без десерта. К тому же на обложке каждой плитки шоколада горожане написали солдатам пожелания и слова поддержки. В каждом подарке как можно больше вложено в любви, заботы, внимания и, наверное, пожеланий. Добрых пожеланий, которые мы писали в нашем Алёшке, Алёшке из Уссурийска в сладком привете, писали все жители. Поэтому это подарки, вот такое огромное большое сердце всех наших горожан. Также в качестве новогодних подарков воины получают праздничные открытки, которые школьники сделали сами. Весь груз уже передан в воинскую часть, где будут заниматься его отправкой и распределением. Сбор данной гуманитарной помощи идет не в приказном порядке. Люди осуществляют это от чистого сердца. То есть каждый гражданин, каждый житель нашего города хочет внести вклад, хочет оказать какую-то помощь. Медикаменты мы сегодня просортируем, оформим. Завтра это все будет отправлено через наш аэропорт Владивостокский, куда приедет в Москву. Оттуда уже наши хорошие женщины, мамы, жены будут уже отправлять на Ростов. Всего сегодня отправлено почти полтонны гуманитарного груза. Сбором вещей и подарков занимались благотворительные фонды, администрация округа и неравнодушные граждане. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Более трехсот расписных пряников приготовили в Агропромышленном колледже для солдат, которые сейчас находятся в зоне СВО. Такой подарок усурийские студенты решили сделать бойцам к Новому году. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Полина Мельниченко с подробностями. Ёлочки, снежинки, новогодние шары из теста. Студенты Агропромышленного колледжа старательно упаковывают расписные пряники в специальные пакеты. Сладости предназначены для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Пряничное тесто у нас хорошо выдерживает низкие и высокие температуры. Соответственно, долго может храниться. И поэтому мы решили сделать такие сладкие изделия с теплотой, с душой. Приготовление пряников входит в учебный план студентов третьего курса. 14 килограммов теста, 6 часов работы и 300 сладких изделий были готовы. Я замешал полностью тесто для пряников. Начиная от растопки сахара до полностью выпекания. Выдоверяется заниматься этим? Да. Чтобы помочь людям в такое трудное время предъявлять годы. Кому-то это может успокоиться. Атмосфера в аудитории рабочая. Будущие повара справляются слаженно и с энтузиазмом. Одни фасуют, другие пишут пожелания на открытках. Причем каждое послание индивидуально. Не по шаблону, а от души. Мы писали пожелания солдатам, что они должны быть сильными и храбрами, и как мы ими гордимся. Сама придумала, отец? Ну да. А я решила тоже сделать свой вклад и упаковать одну посылочку. Надеюсь, мой пакетик тоже найдет своего получателя. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. В округе участились случаи заражения острыми вирусными инфекциями. Специалисты напоминают, что уберечь себя от заболевания можно. Врачи рекомендуют прививаться от гриппа. Кто в зоне риска и от чего убережет вакцина, расскажем в рубрике «На здоровье». Сейчас у нас растет заболеваемость вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, и ковидом. Грипп – это острая вирусная инфекция, и в первую очередь она опасна осложнениями своими. То есть бактериальными. Поэтому от нее нужно защищаться, защищать детей и взрослых. И у нас существует защита. Это вакцина в первую очередь, если это специфическая профилактика. Они специфическую знают все, но забывают про нее. Это мытье рук, это ношение масок, это рациональное полноценное питание, прогулки, проветривание в доме. Но вакцинация обязательно. Лечится она так же, как обычные вирусные инфекции. То есть это симптоматическое лечение, это обильное питье. Есть у нас препараты противовирусные, именно которые против гриппа. Но их нужно успеть принять в первые часы заболевания, чтобы они были более эффективны. Целесообразно привиться всегда, в любой сезон. В август, это декабрь или март. Потому что иногда сезон гриппа у нас и весной еще. В марте заболеваемость есть. Циркулирует 4 штамма гриппа. Это 2 типа А и 2 типа Б. И, соответственно, если вы переболели, вы переболели каким-то одним штаммом. Поэтому иммунитет будет к нему только. А в вакцине у нас содержится чаще всего или 3, или 4 штамма. Делается вакцина внутримышечная. Чаще всего это плечо или бедро, если это детки маленькие. Сейчас вакцины, которые есть в наличии, они российские. Они очищены, они инактивированы. В них мало содержится консервантов. Поэтому вакцины переносятся хорошо. Вакцинироваться можно всем практически группам до населения. В первую очередь это маленькие дети с 6 месяцев. Вакцины такие есть, которые разрешены деткам. Это беременные женщины со второго триместра. Это кормящие женщины. Это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Это обязательная группа. Остальные тоже соответственно. Вакцины в наличии есть. Вакцины различные, которые разрешены только взрослым, которые разрешены только детям. Нужно только себя привезти в поликлинику, так сказать. Быть здоровым. То есть не должно быть проявлением вирусной инфекции. То есть ребенок или взрослый должен быть здоров. Тем более сейчас проходит в поликлинике акция для взрослых. Бесплатная вакцинация от гриппа. Поэтому приходите. Защищайте себя и своих детей. От гриппа. Уссурийск участвует во всероссийском проекте «Елки России», цель которого создать праздничную атрибутику руками народных мастеров. Работы в стиле хохломы и гжели, изготовления зайцев и советских открыток такую идею озвучили умельцам. Что из этого получилось, смотрите далее. Огромный стол. В уголке тихо играет праздничная музыка. То и дело мастерицы затевают совместный хор. Рай для творчества. Вот так огромной компанией умелицы нашего округа готовятся ко всероссийскому проекту «Елки России». Четыре направления озвучены участникам. Создание изделий в хохломской росписи, гжели, изготовление символа года и открыток в стиле советского прошлого. В рамках этого проекта будет украшено четыре «Елки». Эти «Елки» будут установлены на открытии рядового городка на центральной площади нашего города. Целью этого проекта является сохранение и популяризация народных художественных промыслов России. Нашим мастерам только подай идею. Тут же берутся за дело. Столы уже ломятся от изделий, но этих творческих людей не остановить. Здесь, кроме традиционных шаров, к которым все привыкли, котята, зайцы, птицы и куклы. Все непременно для украшения елки. Жители села Алексея Никольского, например, шили целую коллекцию мягких украшений. И ведь даже ткани отыскали красно-золотой расцветки. Наш Дом культуры вместе с каменушкой и с рукодельницами, с мастерицами любительских объединений и кружков решили использовать и текстиль, и декупаж, и глазоплетение, и очень многие техники, в которых именно будут украшены наши елки. Формат наших игрушек еще из детства. Поэтому нам бы хотелось, чтобы детки, которые придут на новогодние праздники на нашу центральную площадь, увидели, заинтересовались. Возможно, пришли потом для занятий в наши кружки. На этом краю стола уже личные работы мастерицы Центра народного творчества включились в процесс. Для Любови Высоцкой отличная возможность постичь что-то новенькое. Умелица мастерски шьет, вяжет и делает украшения. По образованию художник хохломской росписи. Но тут родятся бело-голубые тона. Расписываю шарик в стиле кжель. Конечно, к настоящей кжеле это не очень относится, но а-ля к желе. Так что вот это двухцветная роспись, голубой в основном цвет, белый-голубой. Всегда очень нравилась и кжель, и жестовская роспись. Но вот научилась хохломе, а уже это попутно. Все это великолепие совсем скоро перекочует на центральную площадь. Но прежде определят самые оригинальные изделия, авторов которых поощрят. Хотя лучшая похвала для мастеров – это увлеченные глаза зрителей. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Исполнилось 30 лет со дня образования подразделений безопасности уголовно-исполнительной системы. Сотрудники отделов следят за правопорядком на территориях закрытых объектов. Мои коллеги познакомились с работой надзорного органа за колючей проволокой лечебно-исправительного учреждения номер 23 в Уссуриске. Сотрудники отдела безопасности первыми встречают при входе в 23-е исправительное учреждение. На 12-часовое дежурство готово заступить следующая смена. И даже работники надзора сами регулярно проходят проверки. В ЛИУ-23 содержатся заключенные с алкой и наркозависимостью. Здесь разрешены встречи, долгие свидания, регулярные посылки для осужденных. Под надзором мужчины работают по нескольким специальностям. Но основа тут швейное дело. Каждая комната и коридор под взором недремлющего ока. Елена Колосок ближайшие 12 часов за пультом оператора. Первая дает тревогу и докладывает обстановку в секторах. Конечно, нужно внимание постоянно вести, постоянно вести видеонаблюдение. Ну, домой, конечно, приходишь, немножко устаешь. Ну, вот так, очень нравится работа. В этой комнате с понедельника по четверг проверяют десятки килограммов коробок и пакетов. И для работы у инспекторов широкий арсенал и смекалка. Так как последние годы родные и друзья проявляют особенную находчивость в упаковке запрещенки. Проверяются все, проверяются продукты питания, проверяются вещи, проверяются шампуни, мыло протыкаются. Все, абсолютно все, где можно, ну, вообще все швы на одежде, все, чтобы не могли пронести запрещенные предметы. Зелень режем, рыбу, ну, рыбу мы принимаем только в холодный период времени с октября по апрель. И тут только рыбу холодного копчения. В вакуумной упаковке, все в заводской упаковке со сроками, чтобы все соответствовало. Так лимоны могут быть пропитаны алкоголем, а в луке вполне можно обнаружить сотовый телефон. И все это проверяется и вовремя пресекается людьми в погонах. В целом в лечебно-исправительном учреждении номер 23 содержится 361 человек. И они под круглосуточным вниманием. 78 сотрудников отдела безопасности. В подразделениях безопасности Приморского края работает около 800 сотрудников. Вот, ежедневный тяжелый труд, бдительность должна быть на должном уровне. Соответственно, ну и выполнение режимных мероприятий. Хотелось бы в преддверии юбилея, 30-летнего юбилея образования отдела безопасности поздравить сотрудников отдела режима и надзора с профессиональным их праздником. По всему Приморью на подобных объектах используют новейшие методы и формы работы. Учреждения отбывания наказания оснащены камерами. Их более 3,5 тысяч на край. 800 переносных видеорегистраторов и 350 радиостанций. И даже в свой профессиональный праздник 15 декабря сотрудники подразделений безопасности уголовно-исполнительной системы обязаны быть на своих постах. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. Далее в программе наша постоянная рубрика «Арсеньев наследие». В этот раз мы прогуляемся по тайге в том месте, где когда-то был средневековый город. Что интересного можно увидеть на его территории сейчас? И чем можно даже угоститься? Смотрите выпуски. Друзья, это рубрика. Арсеньев наследие. С вами Евгений Михайлов. В прошлом выпуске мы с вами попали в территорию города, затерянного в тайге. Сегодня мы покажем, что же здесь появилось, образовалось и находится с тех самых пор, как много-много лет назад отсюда ушли люди. Как и подавает гостям с добрыми намерениями, мы ходим со стороны городских ворот. Да, сегодня они открыты буквально для каждого. Судя по всему, за моей спиной когда-то располагалась торжевая башня. Сейчас на ее основании, не менее стройной башней, стоит вот такой молодой красавец Кедр. Здесь деревья повсюду, в том числе и на крепостных стенах. И если исходить из их размеров, отдельные из них уже давным-давно разменяли свой сотый день рождения. Дух захватывает от того, как давно здесь жили люди. Судя по тому, что не только земляные валы, но и каменные кладки сильно обрушились и поросли вековыми дубами, а многие из этих лесных великанов, не выдержав тяжести веков, упали, сгнили и на их месте снова выросли такие же деревья и снова уже одряхлели, этим городищем можно насчитывать лет 600, а может быть и того больше. Некоторые работы были замечательно грандиозны. Например, отвод реки в сторону, устройство плотины и так далее. Арсеньев. Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края. Кладка крепко сделана. Гарантия прочности, которая распространена, видимо, на сотни лет. Брак при этом присутствует. Не только время не щадит исторические артефакты. Место, где я сейчас стою, судя по всему, было как раз той самой точкой входа стрелёвочного трактора на территорию Саньякового города. Похоже, что битва цивилизации явно завершилась не в пользу Джорджинской. Нам здесь явно рады. Хозяева прошлой цивилизации приготовили для нас самое вкусное угощение, которое только можем попробовать на морозе. Это ягоды лео-теракока. Полезно и вкусно. Наши хозяйственные современники не обошли вниманием и этот средневековый город. Вот. Всюду видны проложенные лесовозные дороги, спиленные деревья, вернее, пни от них, ну а также прочие следы хозяйственной деятельности человека. Вообще-то бытует мнение, что на территории современного Приморья даже в самых его глухих местах заблудиться невозможно, потому что через каждые 20 километров максимально встретится обязательно какая-то лесовозная дорога. Предположим, что здесь когда-то был средневековый бульвар, а вот конкретно в этом месте Джорджинское кафе «Дзинская терраса». Заглянем сюда, на наш чаек. В таких местах, друзья, тянет пофилософствовать. Особенно, когда перед тобой горит костер, а в руках кружка с ароматным чаем. Что хочется сказать? Как видно из того, что мы сегодня показали, природа умеет затягивать любые раны, которые несет и деятельность человека. Не исключено, что в будущем что-то подобное останется и после нас. Главное, не мешать природе восстанавливаться. А с вами мы обязательно увидимся в следующих выпусках. Будет, как всегда, очень интересно. Так что, друзья, до встречи. Пока-пока. Короткометражный фильм про бездомную собаку сняли в Уссуриске. Художественная картина «Живи, Белла» основана на реальной истории из жизни Дианы Цурман. Мы встретились с авторами творческим объединением «Империал кино» и поговорили о результате их работы. Именно в этом зале Приморского института ЖД транспорта все и началось. После учебы и работы участники любительской киностудии Уссуриска собирались на репетиции. В итоге коллектив подготовил фильм «Живи, Белла» про бездомную собаку. В основе короткометражки – реальная печальная история. Съемки начались в 2021 году и продлились полгода. И вот почему-то вроде как не моя, да, не домашняя собака, но вот захотелось прям какой-то оставить след, вот фильм, да, или книгу, или то и то вместе об этой собаке, потому что она того заслуживала, это точно. Всего в фильме участвовали 15 человек. Диана сама подбирала актеров на роли. За время съемок творческая группа стала одной семьей. Сплотиться помогло совместное преодоление сложностей, которые возникали в процессе. Например, приходилось доставлять в Уссуриск щенка из Партизанска. Актриса, которая сыграла одну из главных ролей, встречала 8 марта с наряженной елкой, потому что Новый год снимали у нее дома в апреле. Изначально у меня была роль, роль вообще как массовки, я согласилась. Изначально я была как хозяйка актеров вот этих вот четвероногих. Ну и вышло так, что роль, главную роль там сыграть нужно было, ну если поуговаривать, мне еще пришлось, потому что я немножечко сомневалась в этих силах. В фильме сыграли четвероногие актеры Холи и Шер. Золотые ретриверы покорили сердца всей творческой группы. Помимо классических команд сидеть и лежать, псы умеют обниматься и показывать зайку. Холи и Шер помогли юному актеру Рафаэлю преодолеть страх перед собаками. И теперь у мальчика есть щенок. Обними, Шер. Ай, молодец. Обними, обними. Ай, молодцы. В 2020 году с бездомной собакой произошло несчастье. Беллу сбила машина. Чтобы справиться с болью утраты, Диана решила снять фильм. Основной посыл художественной картины – мы ответственны за тех, кого приручили. Посмотреть фильм «Живи, Белла» можно будет на ютубе в январе. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Такой была эта неделя. Мы продолжим собирать для вас самые интересные новости. В студии работала Ирина Мигунова. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин